ну вот всем здравствуйте вальшины мои готовы сварились 4 штуки 4 тушки варил я их ровно три часа вот два часа 55 минут ну три часа вот такие вот получились вот одна штука и 3 штуки в кастрюле вот здесь не верят сейчас покажу вторую штуку о какие видите вальшины ну и две штуки в кастрюле всего четыре штуки вот видите ой мягкие ну конечно три часа валились вот поэтому сейчас буду я их есть смотрите ребята какая-то я это кожу стараюсь не есть я ее это когда ее их отщипываю вместе с кожи снимаю это вот первое но когда не получается помню что кожу снять с кожи варю но когда буду есть я уже выкидываю желудки сердце селезенка печень почки это я все не люблю не ем только вот я мясо а французы едят даже голову запекают это вот очень любят это птица для гурманов для богатых только это вот для француза очень любит вальшинку а я не очень их люблю я люблю их отстреливать вот я же охотник а есть ой а есть не очень люблю я больше люблю курочку вот машурочку домашнюю и хорошо с этим с кепчиком с томатным но у меня кепчика нету поэтому я с майонезом буду очень опасных есть кости очень это острые вот очень острые кости нужно соблюдать технику безопасности и попадается дробь вот дробь номер семь я стрелял поэтому она очень мелкая дробь и очень трудно увидеть и когда будете кушать надо аккуратно и сильно зубами как бы не желать а то можно это не дай бог дробь если вы дробь проглотите ничего страшного вот если на зуб вам попадет то тогда как камень знать как будет неприятно поэтому вот обжор на вальшинку давайте это мотор сделаем не знаю получится не получится мотор надо сделать обязательно на вальшинку вот надо мотор сделать сейчас мотор мы сделаем так вот мягкий бульон я тоже не люблю он очень специфический вот давайте мотор сделаем не знаю получится не получится сейчас опять скажешь что сутулишься как я помещусь в ракурс так мотор готов надеюсь вот ну чё давайте попробуем нашу с вами дичь вот самое сложное их это отстрелять и попасть еще попасть одну надо еще найти мясо красная я вам уже говорил у них мясо красный у вальшинку а вот у рябчика напротив у рябчиков белое как у курочки вот рябочки мне больше нравится вот я ведь мясо отщипываю и это с майонезиком вкусно получилось я когда варил поперчу посолю лаврушечки добавил но когда такую вещь ешь надо молчать и шутить нельзя здесь это дробь может быть вкусно так что еда у меня сегодня а есть такое мясо вычлепина и очень вкусно и ну курица лучше она это нежнее мягче а это хоть пять часов воде все равно немножко твердоватое вкусно только вчера летали они а сегодня ведь я их уже ем вот так вот сам подстрелил сам добыл вот я охотник квалифицированный раз опять зеленые на моем канале налетят и будут всякий бред писать убийца дурак вкусно значит мясо деликатес французы их очень любит французы любит хочу вкусно больше не пятна это больше не пятна вот видите а вы говорите хоть хоть это буду потом вспоминать как я в деревне ел вальшнепа пока дробь не попадает надо аккуратно очень жарко за моей спиной печка еще топится для вы все это мокрые ребята вкусный он такой специфический на любителя но мне уже стал нравится вот ну курица конечно она нежнее мягче но это мясо полезнее это дикое мясо дичь она кормится естественным путем на полях до мягкий отлично я приготовил сам отварил на печке сейчас бы на газу сколько вы я газа бы сжёг бы мясо тем красная дичь очень долго ешь потому что он дурак может быть и косточка да все вкусно варушечки добавить перчика посолю так что вот я вальшнепов ем а кто-то сказал здесь жрать нечего ими лакомиться надо а не есть их ведь какое мясо там это красное вальшнепиная вальшнепятина это наверное типа вот голубей а вот голубей я ни разу не пробовал полевого ой а вкусно зараза а чё вот вы все говорите всякую ерунду то что я плохой то что я убийца а вот и идете кур коров вот это уже покупаете уже готовых разделанных потрошенных как вы смеете так говорить бесстыжие вы провокаторы мягкая три часа валил очень вкусно я так специально ем долго медленно потому что это дробь может быть дробь у меня раз попало на зуб знаешь как это страшно вкусно да вкусно да а у вас такой возможности нету попробует вальшнепа а у меня есть видите потому что я охотник вот обжор на вальшнепа сельский Видите, какое? Ой, какое. Да, на печке здорово готовить. Вкуснее, чем на газу. Ну вот я две штуки постараюсь есть сегодня. А остальные два назад. Вкусное мясо, вкусное. Сейчас я вам ещё покажу. Сколько там времени-то у нас без ассистента тяжело. Всё самому делать надо. Ну ещё минут пять я тогда покажу вам. Ребята, удачно. Три часа варился и вот то, что надо, такой нежёсткий, отличный. Вот. Три штуки. Четыре штуки у меня здесь. Сейчас я вам покажу в кастрюле, что это вам показать-то. Вот, смотрите, кастрюли, да? Вот они. А то вы скажете, что я вас обманываю. Вам же всё... Ой, какой горячий-то. Вам же всё надо показывать. Вот, видите, вальчинка. Вот. Сейчас я вам покажу. Здесь три штуки. Вот, раз штука. Вальчинка там. Блядь. Папа. Вот второй, второй. И вот третий. Три штуки. Видите, ребята, три штуки. Вот. И четвёртый вот я ем. Вот. Вот. Вот моя дичь вся. Видите, как много. Вот так вот, ребята. Вот такая красота. Вот, смотрите, ну это вообще, да? Вальшнеп, ребята, вальшнеп. Это вальшнеп, ребята. Вальшнеп. Ну, кто-то вальшнеп говорит, кто-то вальшнеп. Как правильно, я не знаю. Мне кажется, вальшнеп... Ой. Сколько мяса, видите? Так вот. Такая вот кастрюля. Ой, а что же я тут это, видите? Она же на печке стояла. Такая вот грязь получилась. Ну что, продолжаем это кушать, да? Наслаждаться. Кетчупа у меня нет. Их вкусно очень, с кепчиком, с томатным. Вот. А где вы такое ещё видео увидите? Только на канале, московский обзор. У Серёги Режникова. У чёткого пацана. И крутого, смелого, отважного, храброго добытчика. Я мужчина-добытчик, кормилиц. И вкусный. А вот у меня, бывало, он лежал по нескольку месяцев в морозильной камере в холодильнике. Но уже вкус не тот был. А вот это только вчера летали в небе. А сегодня я их уже ем. Они только вчера хоркали, хрюкали, цвикали. А сегодня я их уже ведь кушаю. Это очень полезное мясо, дикое. Мягкое, да, оно хорошо как сделало. Здорово. Он даже от этого, от скелета отходит мясо, от крыльев. О, а есть вот это самое вкусное, тут белое. Он наполовину белое, наполовину красное мясо. Такое мясо, большинепенное. Все проварено, все отлично, все безопасно, чистенько. О, дробь попала, дробь, о, дробь нашел, о. Вот хорошо я тихонько, а то можно зуб сломать. Дробь нашел, ребята, семерку. Это вот хороший знак. Ее говорят, это выкидывать не нужно, ее нужно куда-нибудь, ну, в какую-нибудь баночку, в коробок, в спичечный. И это оставить на память, она будет, и носить ее с собой на охоте, в каком-нибудь коробочке. Она принесет удачу, ну, еще я кого-нибудь добуду на охоте. Вот она, дробь, смотрите, дробь нашел. Вот он, поэтому я говорю, когда такие вещи кушаете, нужно вообще молчать. Я с вами разговариваю, потому что скажете, а чего ты молчишь сидишь, вы же не понимаете. Вот она, дробь номер семь, вот, фетр. Видите, ой, упала куда-то, куда-то упала, блин, куда-то упала дробина, вот так вот потеряла, надо искать это вот. Ну и ладно, найду потом, видели, да, дробь номер семь. Вот так вот, ребята, поэтому давайте на этой позитивной ноте будем заканчивать. Мне мясо понравилось, приготовил удачно, удачно приготовил. Главное то, что мягкое, потому что три часа варилось, ну, где-то 2.55 может, ну, три часа, короче. Вот, а я буду есть, доедать уже в тишине вот таких вальшнопов. Всё, всем пока, ребята, а то мне надо аккуратно есть, а то, мало ли дробь это, я не могу снимать видео, есть и можно подавиться. Вот, вкусные, вкусные, да. Всё, обжор на вальшнопа был, дегустация Мокбанг прошёл на канале моём. Удачно, очень вкусные, мясо специфическое, свежее, только вчера летало. И главное, что мягкое, проваренное, соли в меру, лаврушечка, перчик, всё отлично, всё. Главное то, что мясо мягкое, это самое главное. А вот если бы на полчаса раньше я бы снял бы с плиты, бы с печки, оно бы было вообще резиновое, не ружьёшь. А это вот вообще прям это... Ну, скурятина не... Знаете, бывает, курицу купишь старую в магазине, её не ружьёшь, а это мягкое, мягкое вообще. Вон, вообще, просто, видите, просто мягкое мясо. Видите? Как тушёнка. Вот. Всё, всем пока. Обжор на вальшнопа, вкусно, попробуйте. До вас такой возможности, наверное, не будет никогда.